Слушайте доктора Насколько я понимаю То есть одна из пациенток Пришла на прием И категорически отказалась Надевать маску Аргументируя тем, что она не понимает Защищает ее маска или нет И по-моему подписывать еще А есть такое У нас есть же служба Я не знаю как она называется Которая следит за тем По обработке персональных данных Это какая у нас департамент И без Вот этого информированного согласия На обработку персональных данных Мы не имеем права заводить карту пациента Потому что мы храним эту карту пациента То есть мы априори не можем Оказать медицинскую помощь Не нарушив определенные Постановления и указы Иначе это очень большие штрафы на юрлицо Ну и вот То есть такая вот история С документами связанной С оформлением правильных документов И история с маской С маской вообще история такая забавная Ну в некотором смысле я бы поставила Это слово в кавычки Потому что с одной стороны Вот как началась вся эта история С коронакарантином Мы видим что власти нам настоятельно Рекомендуют эти маски носить Надевать их в общественных местах Надевать их в магазинах При этом обязать Как они говорят Они не могут Ну и вот эта неразбериха Она сказывается как раз на поведении людей То есть кто-то носит маски А кто-то категорически не хочет их надевать Считает что это излишне Напрасно Подвергает он в этот момент Окружающих опасностей Не подвергает Очень много разных мнений на этот счет И вот мы сегодня попробуем Эту ситуацию разобрать И как-то развенчать Вот эту историю Ну во-первых сначала все-таки Вот по реакции клиники На вот эту историю с пациенткой Чем все закончилось Потому что насколько я понимаю Она привела еще и юриста потом с собой Да Есть такой юрист И он славится тем Что он ходит по организациям общественным Но почему-то частная в данном случае Клиника попалась И снимает все на видеокамеру Потом начинает весь текст резать Все интервью резать И в общем выкладывает только то Что ему выгодно В выгодном свете И его подписчики на ютуб канале Конечно Перекрикивают друг друга В общем пишут все Что ужасно читать Просто про то Как мы докторишки И что гнать нас надо метлой И что мы геноцид устроили И что мы не оказали Медицинскую помощь И забыли клятву Гиппократа И в общем Когда человек не понимает Что пишет Тут очень сложно Я единственное отметила Что конечно эти люди Все Вот просто видно Когда аргументы человек И аргументированно пишут Взвешенно Взрослые оппозиции Когда просто какой-то хайп Дикий хайп Когда травят Травят И мы хотим очень обратить внимание Как раз прокуратуры Ленинского района И мы обратились туда с заявлением Разобраться с этой ситуацией О правомерности Вообще проведения этих вещей О том Почему такая травля В интернете идет Клиники Которые выполняют все постановления Приказы Росздравнадзора Роспотребнадзора Правительства Кировской области Министерства здравоохранения Я надеюсь Что мы получим помощь Как раз со стороны прокуратуры Тут надо еще пояснить ситуацию Вы сказали Вам вменяют То что вы не соблюдаете Не выполняете клятву Гиппократа Пациентка Которая пришла к вам Она ведь пришла не в экстренной ситуации То есть Речь не идет о том Что вы человеку В тяжелом состоянии Отказали в помощи Из-за того Что на ней не было маски То есть Это была такая Ваша принципиальная позиция Я смотрела просто эти ролики И я видела То что вы говорили Это действительно так Надо понимать Что даже если ты приходишь Куда-то в публичное место И ты сам не считаешь маску Достаточной защитой Необходимостью какой-то Есть люди Которым просто комфортнее Когда все вокруг в масках Есть люди У которых может быть Слабое здоровье Есть беременные мамы Например Будущие Для которых Не дай бог Заболеть Это очень опасно Не только для них Но и для малыша будущего И вы аргументировали Как раз этим Насколько я помню И пациенты Кстати Стали на нашу сторону Потому что Все это происходило На глазах пациентов Там были дети В масках Представляете Дети в масках У нас очень много Так как у нас клиника Как мы говорим Социально направленная И у нас На самом деле Такие Стоимость услуг Небольшая У нас на самом деле Очень много приходит Пенсионеров Пенсионеров Пожилые люди Группа риска Да И у нас Достаточное количество Пожилых людей Ходит к нам И представляете Вот как их подвергать Опасности Вот они всегда В масках Вот И здесь ведь Пациенты Не можем знать Но у нас пациенты Ходят с онкологией Которые принимают Лекарства И там Есть определенные Ситуации Когда они к нам Приходят Процедуры какие-то Еще что-то Гормоны Когда у них Аутоиммунные заболевания То есть в поликлинику Даже в частную клинику Приходят Ведь с заболеваниями Сложными Тяжелыми Их нельзя подвергать Опасности У нас своя Женская консультация Там вообще Жесточайшая У нас даже там Кровь не берут На ковид То есть антитела То есть мы не берем На преображенскую Потому что там Беременные женщины То есть мы защищаем И разводим От этих потоков Все Я все равно считаю Что Большая часть Людей все-таки Соблюдает Масочный режим И понимает Что он несет И здесь Больше споры Что маска Может нанести вред И эта пациентка Аргументировала тем Что у нее высшее образование Она изучала Микробиологию И начала объяснять Что вирус Настолько маленький Что он Проникает Через маску Но никто Еще социальную дистанцию Не отменял И в дальнейшем Даже Вы говорите Могут ли Есть же Бессимптомные носители Я и пыталась доказать Что вы ПЦР не сдавали На ковид Она естественно Аргументированно Мне отвечает Я ей не обязана Тогда вы обязаны Маску одеть Потому что мы не знаем Больны вы Или не больны Правильно Чтобы не подвергать Опасности Ведь опять-таки Человек ссылается На Конституцию Российской Федерации Что я попираю Ее права и свободы Тогда есть В общем-то Статья Статьи в Конституции Где как я Руководитель клиники Обязана обеспечить Своим сотрудникам Безопасность работы Как же права и свободы Всех остальных В этой ситуации И как мы ущемляем Тогда права и свободы Тех моих пациентов Которые категорично хотят Чтобы люди сидели в масках Вот почему Вот я это наблюдаю Не только ведь в медицине Я это наблюдаю везде Почему у нас сейчас Думаем только о себе Вот только как мне надо И как я хочу Так это не демократия Я все равно считаю Что это не демократия Это какая-то анархия Если мы все будем делать Только так, как мы хотим А не будем подчиняться большинству Гульнара Шахвалин А как вам кажется Все-таки вот эта история С тем, что до сих пор Не могут наши власти определиться Я понимаю, что может быть У них юридических нет Каких-то механизмов Для того, чтобы жестко запретить Хотя в Москве как-то справились с этим У нас тоже жестко сейчас Со вчерашнего дня жестко Но вот в магазины я вижу Что можно зайти без маски И никто тебя оттуда не выгоняет Пока Может быть Это сыграло как раз Свою негативную роль В том, что у нас сейчас Есть такие коронодиссиденты Ковид-диссиденты Их называют людей Которые там либо не верят Вообще в существование коронавируса Либо считают, что это Придумана тяжесть Этого заболевания и прочее Может, надо было строже Просто от самого начала И все Очень хочу обратиться Ковид-диссидентам Которые сидят на диване И очень хорошо пишут в интернете Разные комментарии грязные И разжигают эту ненависть к врачам Я очень вас призываю Если вы не верите в это Идите работать к ковид-госпиталям Там очень большие зарплаты Вы даже санитарами будете там Очень хорошо получать Вы же никогда не заразитесь И новые боги видать Что вас ковид не заденет Идите работайте Почему ни один из этих диссидентов Не работают ковид в госпиталях Или в моргах Пожалуйста, санитарам возьмут Огромные деньги платят сейчас То есть действительно можно попробовать Прийти туда и посмотреть Изнутри посмотреть И для себя решить вопрос Что все-таки я бог И я не заболею никогда Или я все-таки Как и все смертные люди Все-таки могу заболеть ковид И что он существует Когда вот этот юрист начал Я его оборвала тогда Потому что я не могла уже слушать Это когда он мне пытался объяснить Что ковида нет Я вот вообще Я поняла, что мы как-то Вообще на разных планетах С человеком живем И у меня ощущение такое Читая его подписчиков Что они тоже на какой-то другой планете живут Но не на планете Земля Они в городе Кирове И вот я очень хочу Достучаться до этих диссидентов И все-таки Хотя бы прокатиться на кладбище Посмотреть, сколько новых могил у нас Попробовать поговорить Поговорить с санитарами в моргах Какое количество людей сейчас умирает И на самом деле Какова смертность реальная От ковида Потому что есть у нас статистика С ковидом и от ковида Это две разные статистики Не надо их путать И просто даже задуматься о том Что сейчас уже около двух тысяч у нас Лежат в ковид-госпиталях Что у нас не хватает мест Лежат эти люди, которые в уже В тяжелом состоянии Это люди все сейчас с мнемониями Больше 25% заражения Потому что все остальные Теперь уже оставлены дома Потому что негде лежать И мне ужасно жалко наше правительство Потому что Наша в Кировской области Потому что мы в таком безденежье И мы все деньги уже истратили Я понимаю На все эти исследования Которые очень дорого стоят КТ-исследования Если они по 80 исследований Делают в день А с легкими Вы представьте О каком диссидентстве Можно говорить Если подтверждается И потом не надо забывать Еще такой момент Что он ведь не только Легкие поражает Есть и сердце Есть и мозг Могут быть судороги Могут быть инсульты Это все последствия ковида Говорили, да, об этом Не говорили Знаете, я доктор Я вижу этих пациентов Я сегодня с двумя такими пациентами Общалась Которые в первой Обоями Как они смеются Первая волна Первая волна Отболевших Прошло 5 месяцев Астенический синдром До сих пор До сих пор Не чувствуем запаха Не чувствуем Вкуса еды И об этом Все врачи говорят И я все время Сейчас думаю Вот когда меня спрашивают Я вот как Сократ Я знаю, что я ничего не знаю Про это заболевание Но другие не знают и этого Потому что есть по 2 раза Причем с разницей В 2 месяца заболевают ковидом Повторные заражения Повторные заражения У нас пока Конечно, весь мир Все ученые мира Все лаборатории Работают на то Чтобы понять эту болезнь Как она Вот она на самом деле Пока не понимаема Ни для кого Как ему на глобулины ведут Почему после вакцинации Гинсбург говорит Что у нас нет антитела Есть клеточный иммунитет Когда будут исследования На клеточный иммунитет Потому что у врачей Тоже очень много вопросов И мы не знаем Лечить противомалерийными Не лечить противомалерийными Пациенты не понимают А я в ужасе от того Что мы распаковали Резервные антибиотики Которые были вообще Это знаете Это как на случай войны Когда ничего не будет помогать И бактерии Обычные бактерии Начнут нас убивать Потому что антибиотики Все вышли Я поняла о чем вы говорите У нас есть эти резервные антибиотики О препаратах Которым нет привыкания еще У людей Которыми они не пользовались И не назначали их постоянно Так вот мы их распаковали сейчас Из-за ковида распаковали Я в ужасе Потому что еще Ведь остального-то не придумали И вот они вот так ведут себя Да, вот вчера пациент звонит мне Вся семья Семья я имею ввиду Это бабушки, дедушки Это внуки Это когда семья Вот за столом встречается Несколько поколений Нескольких поколений Вот они переболевают Семьями мне звонят Я согласна Что не все тяжело Даже бабулечки Наши слава богу Дедулечки Не все тяжело переболевают Иногда В этой семье 35-летний Может оказаться В ковид-госпитале Вообще в тяжелейшем состоянии И может умереть А его бабушка выживет Это очень непонятно Индивидуально все Да, почему Потому что есть понятие Индивидуальности Иммунной системы Реагирования Потому что мы все Генетически разные люди И на кого-то так подействуют На кого-то так подействуют И здесь Вот вы же сами понимаете Когда эпидемия Началась с второй волны Потому что Вот этот всплеск Вот этой волны был А вот сейчас мы тут Да, мы сейчас горим Да, то есть мы сейчас Реально горим Потому что Я правильно понимаю Что сейчас ситуация сложнее Чем весной Намного сложнее Количество заболевших Количество заболевших Количество пневмонии Тяжелейших Количество смертности Высокое И заболевших Молодых Вот то, что Раньше говорили Что только старики Только больные Только тяжелые Молодежь 35-40 лет Для меня они молодые люди Мужчины В расцвете сил И интересные такие случаи Когда ты пролечиваешься Все хорошо Ты бежишь на работу Летаешь на крыльях И тебе просто назначают Контрольное КТ Исследование Из 10% пневмонии Мы переходим в 40% А человек летает И говорит А у меня ничего не болит Дождите, Гульнара Шахвалин То есть можно не ощущать Даже вот эту историю С легкими То есть мне-то казалось Что когда поражены 40% легких Человек может уже Как-то чувствует это То есть задыхаться Начинает Есть специальные чаты Для врачей Закрытые чаты Которые Ну никто туда не пройдет Если ты не врач И вот в этих чатах Мы общаемся И друг с другом В общем-то Друг другу говорим Все эти новости Все, что случилось И там есть случаи Когда врачину Мужчины Про женщину не слышала Когда с 100% Поражением легких Просто они на работе умирали Ничего не чувствуя Вот от этого Вся трагедия Потому что мы не понимаем Что это такое Что почему 5 Там вот как у меня Пациенты приходят 3-4 месяца А нос как не дышал Так и не дышит Как гайморовые пазухи Да, забиты Хотя там ничего нет Но вот И непонятно Куда выстрелит он И как ты будешь Себя вести Почему люди Второй раз забелевают Как антитела эти Ведь мы же Я сейчас пытаюсь Пациентам объяснять Ну сходите пожалуйста Сдайте антитела Давайте будем сдавать Антитела Дже Каждый месяц Давайте будем смотреть У нас падает Или не падает Ваш титр антител Да Ну вот Мне вот Как врачу Это интересно И мы пытаемся Вот это сейчас делать Но это понятно Надо на тысячи делать А у нас пока нет В медицине таких денег Мы сейчас Все брошено туда И если пациенты Вот так Диссиденты наши Да Говорят Да не буду я Анн-Сити Все остальное Это знаете Как в онкологии Мне было интересно Вот они попадают С раком легких Да И бросают курить Так вот поздно Пить боржоми Когда почки отказали И вот я так смотрела Всегда и думаю Господи Ну вы все взрослые люди Вы всегда Вот я курил И думаю У меня не будет Рака легкого Но ты попадаешь Потом в онкодиспансер С раком легкого И тебе такие В общем-то Простые истины говорят Что ну ведь ты курил В общем-то И пошло Поехало Так вот только тут Так же Да То есть пока У тебя близкий Родственник не заболеет Или не умрет Ты не поймешь И до тебя не дойдет Это все А конечно По профессии врача Мы этим сталкиваемся И врачи намного Больше знают Поэтому они в большей Намного печали Чем вот люди Которые с этим Не сталкиваются Не понимают Даже вот мы с вами Разговаривали до эфира Вы не знали На самом деле Какова вообще Ну вот Какое положение Это сейчас Ужасное В городе Я вам могу сказать Что у меня Ну может быть Догадки Какие-то еще Что-то Естественно Есть Вот Озвучивать их Мы не можем Потому что мы все-таки СМИ Мы оперируем Официальными цифрами Официальная статистика Мы видим Нам показывают Симптомных больных Да Это 70-80 Новых случаев В день Примерно так Да При этом Ведь не скрывает Никто Что в официальную статистику Попадают Пациенты У которых есть симптомы То есть Есть большое количество Людей бессимптомных Да Кто переносит И нет ведь Никакой гарантии Что сегодня Он бессимптомный А завтра у него Эти симптомы Не проявятся Ну вот в момент Тестирования Да У него их не было А потом они появились Вот Я К сожалению Там вот Сокрушаюсь очень сильно По поводу того Что не озвучивается Реальная статистика Потому что мне кажется Что в этой ситуации Люди бы наверное Вели себя осторожнее Я согласна И вот этих Ковид-диссидентов Их становилось бы Намного меньше Если бы мы видели Реальные цифры Я могу сказать Вот Я причин конечно же Не знаю Там да В нашей поликлинике Например там Из 9 терапевтов Работают 4-5 Остальные на больничном Не обязательно у них Коронавирус Да Может быть они просто С ОРВИ Обычным на больничном Но тем не менее И это мне кажется В каждом нашем Медицинском учреждении Сейчас Ну подобная ситуация Подобная Потому что группа риска Это врачи Они все время Постоянно там да На передовой Что называется И в этой ситуации Когда ты приходишь Неважно В государственную Поликлинику Или больницу В частные Медицинские учреждения И тебя просят Надеть маску Мне кажется Что Ну тут даже вопросов Не может возникать Если она хотя бы 5% дает Снижение риска Заразиться Или заразить кого-то То конечно Надо этим пользоваться Ну тут больше Знаете Какие В общем-то С маской Вот смотрите Вы идете по улице Вы же без маски Вы едете в машине Вы без маски Общественный транспорт Я согласна В маске Но долго ли вы едете У нас город маленький Не Москва Вы заходите в магазин Вы делаете покупки Минут 15-20 Чего сокрушаемся То что мы часами Ходим в этой маске Это раз А насчет того Насколько мы там Зарабатываем На этих масках Ну во-первых В частных клиниках Мы просто выдаем их То есть у тех пациентов Которых нет У нас есть одноразовые маски Второй момент Те маски медицинские Которые мы все привыкли Голубые Вот представьте Они прекрасно стираются И гладятся Вот прекрасно Слушайте А у нас была история У нас звонила слушательница наша В самом начале Введения масочного режима Еще весной И она нам как раз сказала Что она стирает Вот эту одноразовую маску Ничего там И мы тогда посмеялись над ней А на самом деле это работает То есть действительно это можно Это работает И она прогладится И есть Ну вот я Как вот сейчас Много беременных И тоже я переживаю за них Они всегда спрашивают Что нам делать Вот кстати да Про филактические меры Мы о них тоже поговорим сейчас Вот сегодня я такая девочка пришла И мы с ней так Ну долго шли к этому Такая долгожданная беременность И я говорю Ну давай Вот она в маску пришла Ну я ей объяснила Что ты недолго сидишь В этой маске Не переживай Что ну вот минут 20 Там 30 прием В поликлинике Все ты вышла Сняла эту масочку Все хорошо Но есть такие вещи Изумительные Как масло эвкалипта И масло чайного дерева Вот я своему ребенку Мажу подносик Каждый раз Садик И все И мне достаточно этого Чтобы человек Даже ОРЗ не заболел Потому что Это очень природный Сильный антисептик Профилактировать Свои Эти же болячки Любой иммунолог Сейчас скажет Я всегда своим пациентам Говорю Когда они приходят Особенно сложные Я говорю Так, все, ребята Вот сейчас сложное положение Чтобы вы не заболели Отказываемся от простых углеводов Все, перестаем кормить дрожжи Потому что в кишечнике Мы дрожжи кормим Отвлекаем иммунную систему От работы От тех слизистых носов Ротовой полости Которые нас защищают И То есть это питание Еще нужно перестроить Простые углеводы Да, иммунологи Все сейчас Давайте назовем Что это Простый сахар Сахар и дрожжи Пивные дрожжи Хлебные дрожжи Вот на этот момент Пока надо убрать Вино, к сожалению Винные дрожжи То есть мы кормим дрожжи Но не каждый человек Знает, что 95% иммунитета Это наш кишечник Есть прекрасные книги Много исследований Очень много Американцев В этом направлении Работало Там связь кишечник И мозг И в общем-то То, что мы едим Это все сейчас подтверждается Те, что люди знали Там в Древней Греции Сейчас это все подтверждается Последние 10 лет Только 10 лет Открыты все эти исследования И да Там очень ругаются хора Просто простые углеводы Я говорю Ребят, ну просто Уберите конфеточки Варенье, мед Все, даже мед Потому что он сладкий Вот, просто перестаньте кормить И спите А как же глюкоза Тогда как же организм Про сложные углеводы Никто не говорит Овсянку Как кушали с утра Так и ешьте Это сложные углеводы Единственное, что бананы Виноград Виноград ведь Очень сильно повышает Сахара С диабетом Да, то есть вот это убрать Но сливы, яблоки Это наши Кто мешал есть Ягодки, лесные орехи Вот это все Пожалуйста, кушайте Но вот то, о чем мы сейчас С вами говорим Мне кажется Это все профилактика Индивидуально со своим врачом Даже может обсудить Вот этот список продуктов Ну вот просто всегда говорят Убирайте пока Если вы болеете Убирайте простые углеводы Чтобы иммунитет работал Не отвлекайте иммунную систему Очень вышел вперед Д3 витамин Да, мы в дефиците Этого Д3 И поэтому, конечно В Кировской области Мы должны его принимать И на период эпидемии До 10 тысяч После консультации с врачом Да, это после консультации Потому что, к сожалению Анализ 1000 рублей стоит на Д3 Но большинство Даже вот в Сочи Приезжают пациенты Низкий Д3, низкий А он, в общем-то В иммунной системе Практически Немаловажную роль играет И с ним очень много Сейчас данных И исследований То есть вот Какие-то ведь витамины Вот С-витамин Да То есть, конечно У каждого могут Индивидуальная непереносимость Но это люди-то знают Но все, что вот мы знаем Про повышение иммунитета Это, конечно Вот аскорбинка Вот эта наша Советская наша Аскорбинка С И, кстати, 2 грамма Да, во время болезни При условии, что да Вы правильно говорите Если нет Противопоказаний Естественно Но ведь Я больше, чем уверена Вот с кем я разговариваю С пациентами Они все профилактируют Всегда Если не знают Они просто звонят И спрашивают А что нам делать И второй момент Как иммунологи Все Спать 8 часов Не меньше 8 часов Человек должен спать Причем самое интересное Не просыпаясь ночью в туалет Это основной Не у всех получается А это смысл в том Что если вы просыпаетесь Ночью в туалет Значит, вы не в глубокой фазе сна И значит, у вас не иммунная система Не вырабатывает антитела Давайте мы все-таки еще Вот по профилактическим мерам Даже у нас просто не очень много времени Остается минуток 5 Давайте мы такое резюме, что ли, сделаем По профилактическим мерам Значит, первое Это питание Да Отрегулировать питание Отказаться от каких-то продуктов Да И, может быть, добавить им на замену Какие-то продукты Растичное происхождение Однозначно Кисломолочку Второе Это режим То есть, как бы не хотелось Вечером посмотреть Интересный фильм Посидеть в интернете Ложиться спать Если завтра утром рано вставать Чтобы сон был не менее 8 часов И удобные, наверное, там Какие-то, да Условия для сна Чтобы не просыпаться ночью Третье Это витамины И, естественно, все препараты Там, да После назначения После консультации с врачом Четвертое Это все-таки меры Меры самозащиты Меры самозащиты То, что вот сейчас называется Словом аббревиатурой СИЗ Средство индивидуальной защиты Это маски Маски и самошитые работают И медицинские покупные работают Или все-таки Вот медицинские маски Они предпочтительнее Очень все по-разному Но, конечно, медицинские предпочтительнее Медицинские предпочтительнее Можно ее одну На самом деле На стирку Даже ведь не каждый день И стирает Прогладить-то никто не мешает Под паром Уж если мы так экономим Но я понимаю, что Знаете, мы все тут смеемся Кому война, кому мать родна Кто-то Кто-то, конечно, на этом заработает Кто-то заработал Ну что делать? Всегда кто-то на чем-то заработает Я вот, знаете, призываю просто всех наших горожан Давайте мы будем просто добрее друг другу И беречь нервную систему друг друга Потому что, в принципе, никому Вот лучше от того, что мы нервничаем, плачем, страдаем Но никому нет Давайте уважать просто друг друга Потому что мы все разные Очень все люди разные И поэтому кто-то верит, кто-то не верит Но уважать друг друга И соблюдать постановления правительства мы обязаны Да Все-таки, вот по поводу средств индивидуальной защиты Еще раз, вот мнение врача На улице маска не обязательно Не обязательно Я вижу людей Конечно, не обязательно Конечно, не обязательно Только в помещение Заходишь в помещение Аптека, магазин, медицинский центр Ну, сейчас вообще-то везде соблюдают Никто не хочет, чтобы наказали организацию Смотрите, организацию могут и закрыть Да, и это, кстати, тоже такая вот история Которую уже представители бизнеса нашего говорят Да, что, ребята Если вот все-таки не будем соблюдать масочный режим Если люди не поймут, что это нужно То может закроют Может быть, да, вы в это и не верите Но вы поймите, пожалуйста Что в этом магазине работает 15 человек У всех дети Всем надо зарабатывать Если их закроют Ну, вы тоже будете косвенно в этом виноваты Стоит того, да, принцип вот этот Я не ношу маску, потому что я в нее не верю Или не стоит Ну, наверное, все-таки стоит Правильно? Я тоже точно Еще, Гульна Рашахвалевна, такой вопрос Понятно, про мытье рук говорят сейчас, да, много И моют руки Мы, наверное, никогда так часто руки не мыли Как сейчас, вот эти последние полгода Я всегда антисептик Вы используете антисептик Какой бы Вот я на обеде всегда хожу Обедаю, да, в кафе Я всегда прихожу И всегда обрабатываю их антисептиком руки У меня постоянно антисептик Есть еще вот один момент О котором в России редко говорят Но вот мы видели, что в зарубежных странах Когда пошла там серьезная эта волна Вот еще первой эпидемии Очень много было сообщений о том Что люди ходили в магазин Приходили из магазина Снимали с себя всю одежду Тут же засовывали ее в стиральную машину И стирали Просто есть люди, которые совсем не боятся коронавируса Да, и есть крайний вариант Есть те, кто прям вот себя запугал И боится вообще всего Они быстрее заболевают Почему? Психосоматик Они очень Они психологически настолько Свою нервную систему изматывают Расшатывают Эта нервная система связана с иммунной системой Вот и все, стресс И он на меньшей дозе заболеет Просто вот и все Разумные меры безопасности И разумное какое-то все-таки отношение Только к разумности Только к разумности И тогда наш бизнес никого не закроет Вы вспомните, что в апрель-май был И сколько в четыре раза безработица увеличилась Люди сейчас Вот мы дали заявку Просто на определенные должности Люди звонят С двумя высшими образованиями К нам идти на работу Потому что люди остались без работы И если мы сейчас не будем соблюдать Вот эти какие-то положенные нормы Да, правила То опять всех закроют Куда? Я понимаю, наше правительство Оно не сможет закрыть Оно не может закрыть Потому что нечем компенсировать Денег нет Давайте мы как-то все Я призываю Мы все в одной лодке В одной лодке У меня такое ощущение Что кто-то нас просто пытается потопить Вот их мало Но они топят нас всех И вот И малый бизнес об этом же говорит Мы все согласны соблюдать И мы будем И мы хотим работать Но вот эти люди Вот таким хайпом дешевым Да Вот чего они добиваются И вот я считаю Это должно быть наказуемо Я надеюсь, что прокуратура Ленинского района К вашему заявлению Отнесется внимательно Я знаю, что они сроки всегда соблюдают Да, рассмотрят И все-таки мнение Оно подписано нашими пациентами Мнение свое, конечно же, выскажет Потому что если бы речь шла просто про Там, условно, клинику И какого-то пациента Это одно дело А здесь вот в этой ситуации Вы правильно сказали Мы все в одной лодке Все И страдает не только там клиника А страдают ведь и ее пациенты тоже Конечно То есть от того, что кто-то может быть Закрывали ведь клинику Принципиально не соблюдает Меры безопасности Может пострадать там беременная женщина Да, пожилой человек А у нас родственники Вообще-то есть свои родственники Конечно У врачей Врачи Врачи, которые и так постоянно в группе риска Поэтому вот мы, наверное, с Гульнарой Шахвалевной На этом нашу программу будем завершать На призыве На призыве все-таки быть внимательными И уважать друг друга Потому что эта история Она с нами надолго Надо привыкать к тому, что мы все сейчас живем Все-таки по каким-то особенным правилам Да, и эти правила Как бы не хотелось, может быть, там Отказаться от них Как бы мы не устали от них Все-таки нужно соблюдать Спасибо большое Гульнария Касимовой Руководителю сети клиник возрождения Главному врачу Наша программа на этом завершается Всего доброго И до новых встреч И здоровья, естественно Вам спасибо Слушайте, доктор До свидания Слушайте доктора